привет всем добро пожаловать на мою самостройку на самостройке лето середина июня температура за бортом плюс 40 пик мошкары поэтому предлагаю сегодня пойти внутрь дома и что-нибудь поделать там карта сана пойдешь а слипаться внутри дома обстановка следующая ну вообще в начале сезона весной говорил о том что буду работать и на улице и в доме туда-сюда бегать потому что мне нужно и мастерскую для себя построить ну и в доме сделайте как минимум на первом этаже удобства чтобы жена уже на постоянку туда переехала выходные она уже приезжает живет с которым мы здесь уже постоянно в принципе живем ну вот как бы первый этаж надо продвинуть до чтобы здесь уже был комфорт вот поэтому по возможности и там и там двигаю ну а в принципе работаю постоянно на стройке сейчас на улице жарко поработаем внутри здесь в последние разы работали в гостиной собрал потолок получается здесь осталось сделать освещение на потолке не все еще материалы прикупил осталось доделать вот эту часть потолка и есть еще две стены с которыми тоже надо нужно что-то сделать ну такую легкую декоративку я там планировал сделать ну и на пол здесь будет керамогранит и гостиной в принципе будет готова опустил роль ставни летом в этом плане это очень хорошо помогает а южная сторона вот таким образом ну на кухне наполовину здесь оставила вот такую полоску оставляю и свет попадает и солнце палящее не на корне на крово не нагревает оконную раму окна ну и соответственно в комнату то есть вообще теплый воздух не попадает даже через нагретые рамы и на первом этаже очень прохладно более 10 градусов разница с температурой на улице из последнего что я сделал это гардеробная но только что говорил про супругу я думаю понятно что да что гардеробную тоже тоже параллельно двигаю это одно из самых главных помещений настелила ппс 30 миллиметров то есть 50 было еще 30 то есть та же толщина до что и на остальном поле полу первого этажа сделал трубы теплого пола вывел вывел ну собственно подготовил уже в заливке стяжки да то есть маяки поставить и стяжку залить ну тут хорошо объемы небольшие стены уже готовы только осталось их останется их покрасить после потолок здесь тоже объем небольшой и откосы ну и гардеробная будет готова ну не считая двери конечно и хочу продвинуть коридор заштукатурить стены и сделать разводку электрокабеля у меня наверху есть остатки гипсовые штукатурки но остатки там мешков 12-13 я как-то заглянул там через пару тройку месяцев уже у них срок подходит поэтому надо использовать ну и как раз вот я думаю этого на коридор хватит за штукатуре коридор сделаю проводку за штукатурить решил коридор и электропроводку решил сделать до штукатурки есть два варианта делают до штукатурки и после штукатурки в гостиной делал это я уже не помню до штукатурки по моему а на кухне после то есть попробовал оба варианта разница честно вам скажу не почувствовал то есть и так можно и так можно поэтому ну на сверлю сначала под розетников на штроблю штроб закину туда провода а потом уже сверху буду это дело штукатурить под розетники в гостиной и на кухне сверлил вот такой вот обычной коронкой с победитыми напайками объем был достаточно большой особенно на кухне там много было под розетников в принципе она с этим с объемом справилась и даже еще живая все зубья на месте единственно они уже но немного закрыли бы закруглили слизались но какое-то количество под розетников еще можно высверлить напоминаю у меня силикатный блок не газоблок вот но для дальнейших работ а работа еще в принципе достаточно на втором этаже полностью да про сверлить под розетники и вот здесь в коридоре для дальнейших работ я все-таки решил взять что-то посерьезнее а именно алмазная коронку этой не хочу продолжать работать по нескольким причинам из моего личного опыта с этой коронкой получается следующее ну во первых довольно шумно с ней работать нужно работать перфоратором и на ударном режиме без удара просверлить ей можно ну наверно только в газоблоки там без проблем во всем остальном только удар силикат на блоке тоже без вариантов шумная потом во вторых пылит очень сильно вот ну в принципе это как бы такие моменты стройка есть стройка и шумит и пылит это ничего страшного главное чтобы добыл результат но сейчас когда уже в доме есть такие помещения же люди уже там практически сделано ремонта висят чистые вещи какая-то техника стоит поэтому я уже стараюсь работая здесь пылить поменьше да то есть выбирать такие варианты самое главное то что мне больше всего мешало работать с этой коронкой это то что у меня перфоратор на аккумуляторных батареях и получалось так что вот они у меня допустим полностью оба заряжены я сверлю подрозетники допустим там 3 4 подрозетника просверлил аккумулятора разрядился до аккумулятор причем не не маленький довольно емкий разрядился ставлю свежий это ставлю на зарядку сверлю опять три-четыре подрозетника 2 разряжается а этот товарищ еще заряжается и ему заряжаться еще довольно долго и в итоге я прихожу к такому моменту когда у меня оба разряжены аккумулятора а работы еще достаточно много и получается что надо чем-то заниматься другим или сидеть ждать когда один из них полностью зарядиться это как бы очень сильно тормозило работу ну и довольно сильно напрягала поэтому для дальнейших работ уже пойдет алмазная коронка то есть у этой самый большой минус в том что просверлить под розетки ей можно в принципе в любом материале ну в железобетоне не знаю говорят что сверлит но это наверное очень много поток должно сойти чтобы это сделать то есть ей работать можно но довольно долго сверлит довольно сильно пылит и довольно шумно с ней работать довольно большое количество большое разнообразие алмазных коронок у нас на рынке и довольно большое количество производителей вот у сейчас скажем так на обзоре до сразу четыре коронки взял я самых таких ну которые чаще всего на слуху производители данную я во всяком случае пока там смотрел информацию про коронки где-то когда-то до слышал от людей которые со всем этим делом работают и получается вот есть коронка хилберг есть у нас коронка производителя диамон диамонт диамонт да не диамонт а диамонт хит есть вот такой производитель киос и производитель рейдж в данном случае линейка furios все коронки кстати диаметром 72 миллиметра ну кто с этим работал до сверлил подрозетники знают что да это самые ну самый рабочий самый подходящий диаметр есть меньше диаметр 60 60 с чем-то в это отверстие подрозетник прям четко плотно практически заходит но это не есть хорошо потому что в случае когда его нужно немножко подкорректировать да там допустим при сверлении может быть сверло и сама коронка немножко ушла от центра да то есть не остается возможности подкорректировать больше диаметра но это для отдельных случаях а вот самая ходовая это диаметр 72 миллиметра для классических подрозетников ну смотрите первое что упаковка хилберг вот такой вот в пластиковой упаковке то есть мы распаковываем упаковку выбрасываем рейдж тоже самое у киос довольно интересная упаковка то есть получается вот такая вот такой пластиковый пластиковая туба сама коронка внутри лежит ну как бы очень интересно в плане того что то есть в ней дальнейшем можно хранить коронку по работал положил и в это дело положил в чемодан у диаманта получается коробка в коробке но тут это получается из-за того что в комплект с диамантом идет еще шаблон из фанеры для данной коронки второе ну так вот да вот предварительно то что я тоже от профессионалов от знакомых довольно часто слышал это то что удобнее покупать коронки когда они идут запчастями отдельно да вот как случае вот с рейдж производителем отдельно коронка отдельно сверло и отдельно системы пылеудаления если вот в случае как вот у хилби хилберга все идет сразу в комплекте как бы не есть хорошо в том плане что если в процессе работы допустим там сверло сломалась или вообще вот это вот вся часть где-то потеряла затерялась то это все можно одеть купить отдельными частями да то есть а случае когда это продается в комплекте приходится покупать целый комплект как бы в итоге получается ты переплачиваешь за эти вещи которые у тебя потом будут лежать ну вот как-то так подчерKat 344 в в и в распаковал все четыре коронки разного все они цвета получаются ну по диаметру одинаковые но как бы различие имеется первое различие это отверстие для выхода пыли на трех коронках они сверху находятся на одной сбоку ну как бы по-научному это называется отверстие для выхода шлама ну а по-простому для выхода пыли который образовывается во время сверления отверстия которые находятся сверху у коронки они дают дают возможность подсоединения системы у пыли удаления вот для коронки рейдж я приобрел еще дополнительно системы пыли удаления ну и все остальное да что все это все что отдельно продается и вот таким образом коронка прикручивается к системе пыли удаления здесь подключается сланг от пылесоса и во время сверления вся пыль через отверстие которые сбоку уходят в пылесос да это очень удобно и очень важно да в случае когда тебе нужно минимум пыли чтобы образовывалась во время работы еще один момент в принципе как бы небольшой но есть да вот еще отличие в том плане что две коронки вот такой высоты а две коронки чуть пониже ну вот среди профессионалов предпочтение отдается коронкам которые повыше они это объясняют тем что когда-то вы сверлишь подрозетник у тебя еще остается здесь небольшое расстояние то есть ты если вот который покороче ты им сверлишь прям до упора а потом уже снимаешь да то что внутри осталось это и есть возможность посверлить поглубже чтобы также побольше внутри оставалось оставалось расстояние чтобы ну под розетик можно было то там приклеить да то есть нанести туда шпаклевки и приклеить получше не только по бокам но и сзади но вот как бы есть такой момент но эти места крепления одинаковые принципе но самое главное как я понял при выборе алмазных коронок нужно обращать внимание на то каким образом каким способом вот эти вот самые алмазные напайки припаяны к основанию эти все коронки и из одной ценовой категории ну то есть они скажем так из одной компании до специально я это дело выбрал и как я понял что вот все на всех коронках которые здесь присутствуют примена вот это именно система лазерной сварки это их относят сразу к профессиональным инструментом то есть это сразу качество долговечности большой ресурс плюс благодаря вот это вот системе лазерной сварки имеется возможность работать с микроударом микроудар это дрель да то есть специальная дрель с микроударом то есть не надо это путать дрель ударную дрель и тем более вот перфоратор да с ударным режимом это специальный инструмент с микроударом микроудар позволяют работать гораздо быстрее да ну я вот думаю профессионалы которые этим занимаются вниз обязательно да вот есть такой такая дрель потому что то есть дело газа гораздо быстрее идет плюс вот эта вот система дает возможность работать без охлаждения то есть выдерживает перегрев дает возможность работать долго работать длительное время без охлаждения и если процессе работы попадают на какой-то более твердый да там на арматуру резко впадает или на какие-то камни то есть но более более твердой массы то исключается в момент когда-то может какой-то из зубьев от колодца да то есть когда присутствует такая система сварки то в принципе жизнь у такой коронки заканчивается тем что вот эти вот напайки они полностью стачивается они так что одна или две отлетела тут еще практически целые но уже работать невозможно кстати говоря есть еще различие смотрите да в количестве напаек вот на вот этом варианте их 4 на этом варианте их 6 здесь тоже по 6 тут кстати нужно отметить один момент который я вычитал можно работать с микро ударом вот кстати на этой коронке написано кстати то что я говорил микро удар но не для перфоратора не путать да можно работать с микро ударом и без охлаждения но рак коли мор но тут и тут тут стать а тут кстати нужно отметить один момент который я вычитал это то что можно работать да при такой системе сварки лазерной с микро ударом вот кстати на этой коронке написано микро удар но не для перфоратора до специально чтобы не перепутать можно работать с микро ударом и можно работать без охлаждения но но можно работать без охлаждения но тут надо отметить сосок с охлаждением все равно ресурс у коронки будет гораздо больше и еще вот ну в данном случае да есть различия в адаптерах вот на коронке хилберг это все было в комплекте для коронки рейдж покупал я вот это дело отдельно кстати рейдж коронка и насадка для пылесоса это линейка фуриус а вот уже адаптер эта линейка бай вера называется так вот есть различие здесь на адаптере сверло закрепляется при помощи болта то есть по классике да вот на это кстати коронки то же самое а вот на вот коронки который гир хилберг здесь уже у нас кленовидная система вот так вот до конусом идет у сверла наконечник вставляется то есть я так понимаю когда начинаем сверлить он еще плотнее туда заходит а когда нам нужно его снять есть вот такой специальный колышек и при помощи этого колышка сверло снимается ну что лучше честно говоря сложно сказать но я вот работал с этой коронкой бывало так что вот этот вот болтик откручивался то есть нужно следить за тем чтобы он ну не то что следить нормально его закручивать вот если его слабо закрутить то можно увлечься и он во время процесса может вообще вылететь вот ну а здесь получается вот этот клинышек как бы всегда будет пытаться где-то потеряться затеряться в инструментах тоже как бы думаю то тот кто этим делом занимается меня понимают такие вещи как бы начинаешь всегда искать и скорее всего это закончится тем что там какой-нибудь отвертка или что-то в этом роде чтобы окажется под рукой все время это дело выбивать нужно будет ну вот есть такое различие но самое самое главное для меня это вот что вот не очень как бы в этом вот во всем деле понравилось да в отличие вот вот это вот обычного дела это то что вот присутствует система пыли удаления и она как бы довольно таки внушительно выглядит то есть да то о чем я говорил сверху отверстие для пыли удаления взял я вот до систему кстати говоря система это подойдет и для других других коронок у которых присутствует сверху до выход для шлама то есть диаметр резьбы диаметр отверстия резьба здесь совпадает давайте еще вот эту тоже попробуем да то же самое подходит кстати система это пыле удаление универсально она подходит для всех типов диаметров коронок то есть сюда можно да вот я ее выкручивают кручего здесь еще остается запас разный диаметр можно вкручивать значит вкручивается коронка и здесь получается можно а нет то есть здесь нужно использовать адаптер также только вот достаю сверло сверло используется когда без без системы удаления вкручивается адаптер болтик здесь тоже не нужен но здесь он довольно плотно не буду вручную не выкручивается но вот как бы в этом случае он здесь уже не нужен и для для центрования есть вот такая вот интересная штука а это это не сверло наконечник заостренный и она смотрите так смотрите вот так заходит то есть она отверстие не сверлит но центрует и мы по мере сверления она заходит внутрь и она вот таким вот образом смотрите здесь есть выемка выставляем и она все крепится внутри и дальше мы работаем следует то есть она потом получается когда мы работаем с пыле удалением она там все время находится не нужно снимать сверлим отверстие она углубляется вместе с отверстием и заходит отлично да по-моему неплохо то есть не надо вот этого там сверло доставать вынимать как правило довольно часто бывает ну во всяком случае с этой коронкой было что-то я начинаю сверлить достаешь сверло остается внутри его нужно туда вытаскивать она там застревает а с этой штукой я думаю это будет гораздо вот таким образом она снимается то есть до самого конца мы ее нажимаем и она выходит обратно вот так вот вставляется отверстие для шланга пылесоса здесь режим резиновая манжета стоит что-то вот напоминает резидентную манжету на стиральной машине вставляем сюда в шланг и вот таким образом работаем и и Субтитры сделал DimaTorzok 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 может вот эти вот подходят но в моем случае принципе эти этих достаточно железобетон ну вот такая вот вот такая штучка у меня имеется это вот от перекрытия до высверленное отверстие помните под трубу дымохода сверлил то есть это заводской очень марину высокой хорошей марки железобетон плита п.б. и она армирована армирована прутами вот восьмерка ну то есть конечно под подольше чем в силикат силикат вообще как по маслу залетает но здесь подольше ну очень очень быстро то есть по сравнением что как я это делал раньше это вообще просто сказка вот это вот коронка но я думаю она мне вообще больше не пригодится можно ее прям смело выбрасывать да учитывая что у меня вообще четыре коронки теперь мне это вот на на всю стройку на весь ремонт мне этого хватит я думаю что вот в газобетоне ну вот это можно попользоваться но опять же пылеудаления да здесь отсутствует то есть без пыли есть сверлить не получится а в любом случае вот эти варианты просто шикарные да вот с этим вот с отверстиями вверху алмазные и вот системы пылеудаления вот это вот она получилась универсальными все четыре коронки разных производителей суда накрутились и в принципе ну кроме той у которой сбоку пылеудаления как бы ну соотношение то что зашло в пылесос и ушло наружу в принципе одинаковая разницы нет ну вот такие друзья дела вот сразу сразу знаете как вот как это часто бывает сэкономишь купишь подешевле помучаешься пожалеешь и потом еще идешь и купишь уже подороже но при этом получается что ты уже помучился потратил время силы еще и потратил деньги на что-то более дешевое надо было сразу покупать алмазную коронку но такие вот друзья дела по износу но как бы просверлил по одному отверстию конечно непонятно вот по работе я вам сказал да то есть принципе они по времени ну не знаю там засекать я не стал там я думаю что там какие-то там две-три секунды разница ну в принципе да вот эти вот четыре коронки они по времени сверлят одинаково хоть там одна в одни по 2 повыше другие пониже но по времени то же самое про пылеудаление сказал как бы выходит все также одинаково то как после отверстия выглядят они я вам это дело все показал ну а насколько сколько они прослужат какая быстрее там сотрется или может быть у какой-то там что-то отломится ну это покажет время ну а на сегодня все друзья обязательно скоро нам с моей самостройки увидимся я пошел сверлить оставшиеся под розетники ну а пока всем пока ну а ну 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 Продолжение следует...